Всем привет на моём канале, с вами Алла, и я сегодня решила начать тему, о которой меня просили под одним из видео, где я говорила, как бы излучать какую-то женскую энергетику, а не бабскую натуру. И меня попросили рассказать о харизме, как её найти, пользоваться, и как её в себе развивать, эту харизму, как делать акцент на этой харизме или на той изюминке, которая есть абсолютно в каждой женщине и в каждом вообще человеке и мужчине тоже. Ну, давайте сейчас начнём всё по порядку. Сейчас я немножко тише сделаю кондиционер. Сегодня у меня выходной, я никуда не еду, ни на какие отдыхи. Сегодня я полдня провела на станции техобслуживания, где мне опять не сделали то, что должны были сделать. Ну, ладно, не об этом. И, как я всегда говорила, я стараюсь из любой неприятной ситуации как-то выкраивать икру, пиццу, какого-то положительного момента, что чётко я всё-таки доделаю свою машину, и не всегда бывает это с первого раза. Ничего страшного. Ну, давайте про харизму. Вы знаете, девочки, вот я так устроилась в машинке удобненько. Я бы хотела вам сказать, что, наверное, сильно заморачиваться над харизмой не нужно и начинать её судорожно искать. Начнём с того, что иногда это что-то может быть даже отрицательное для кого-то, а кому-то это будет мило. Давайте начнём с того, что это может быть какая-то женская глупость. Вот женщина такая глупышечка сама по себе. И вот эта её глупость, это может быть её харизмой. Потому что она настолько мила в этой глупости, она настолько добра, настолько наивна в этом всём, что это огромная харизма. И если эту харизму, например, приложить к другому абсолютно человеку, индивидууму, женскому обличию, то это будет просто действительно глупо, и это только сыграет ей в минус. Потом, я сейчас буду, наверное, вот что будет мне на ум приходить из тех харизм, которые могут кому-то очень помочь, а другому человеку, имея этот же параграф, то это может играть ему в минус. Я так думаю иногда, когда женщина умная. Если женщина умная, но она не умничает, это может быть ей харизмой. Мудрость может быть харизмой. Разговорчивость, болтливость, незамкнутость, это может быть харизмой. Потом замкнутость или, наверное, молчаливость точно так же может быть вашей харизмой, и всё, что я вот сейчас ниже перечислила, это может играть и в минус. Это всё зависит, наверное, всё-таки от человека, и как это в комплексе всё выглядит, как вы можете знать о них. Во-первых, вы можете знать об этом, когда вам об этом говорят, когда вы это чувствуете. Например, когда вы человек, знаете, как заводила, вы прямо в компании, как такой живчик, вы как тамада, вы умеете рассказывать анекдоты, вы понимаете юмор, у вас есть чувство юмора. И это тоже всё харизмы, это всё интуитивно. Я не уверена, что этому можно научиться. Я так думаю, что это на нашем женском интуитивном уровне, а интуиция у женщины у всех есть, только она у каждого по-разному развита. И поэтому чувство стиля, например, это он есть или его нет. На уровне женской интуиции это всё можно очень неплохо прочувствовать. И пользоваться абсолютно всеми своими чертами характера или всем абсолютно, о чем вы обладаете, только надо самое главное знать место, меру абсолютно. Тут даже не оспаривается в плане меры. И самое главное, это смотря в какой компании, в каком коллективе и в какой ситуации. Это тоже нужно очень знать. Например, если, я так думаю, ну, вернусь опять к себе. Если я знаю, что у меня есть чувство юмора, и я очень неплохо могу поддержать разговор в плане, например, анекдотов, в тему. Естественно, анекдотов я знаю очень много, и я подбираю всегда, смотря с кем и какой анекдот рассказать, и в какой компании. Это обязательно. Нельзя рассказывать все подряд в неизвестной компании. Естественно, должно быть все в тему, и вы понимаете, что один и тот же анекдот можно рассказать, и он будет смешным или не смешным. Дальше. Показать, насколько ты умная и мудрая, это очень тоже важно, потому что иногда это просто не надо показывать, ты просто этим являешься. Например, в плане мудрости и ума, этого у меня достаточно, я сейчас не буду скромничать, я буду говорить то, что есть, знаете, как прожила 50 лет, я уже могу говорить о том, что проверены уже жизнью и ситуациями. Так я вам могу сказать, что когда нужно проявить мудрость свою, я ее проявляю, мне это помогает очень, и вы знаете, это большой плюс. Иногда можно немножечко поглупить, потупить, но это очень красиво, тоже нужно делать, уметь, обязательно. Знаете, иногда бывают такие темы мужские, я в них неплохо разбираюсь, например, машина, еще какие-то темы, которые я могу поддержать, но я стараюсь эти темы не поддерживать или даже немножечко рассказать какие-то ситуации смешные, где я немножечко ступила, а еще могу что-то немножечко добавить, где я знала абсолютно, как поступить. Но я в той ситуации сделала так, знаете, как сыграла женщину, и это так нравится мужчинам, и они такие милые, я когда раньше была блондинкой, я всегда говорила, ой, боже мой, ну что вы от меня хотите? Вы посмотрите на цвет моих волос. Все, вопросов нет, правда? То есть я так могла говорить на станции техобслуживания по поводу машины. Потом я четко знала, как можно сформулировать у меня там проблемы, например, мне масло нужно проверить, или фильтр масляный, например, что-то у меня не нравится, мой аккумулятор, или еще что-то. Я могла играть роль. Мне это нравилось просто. Я проходила, у меня был свой в Киеве на станции техобслуживания, свой был у меня мастер, он же хозяин этой станции техобслуживания. Я всегда говорила ему, Кирилл, ты знаешь, у меня там какая-то штучка, она вот стучит, и что-то там с аккумулятором непонятно, что мне не нравится его цвет, там вот что-то вот сверху беленькое, и что-то там отпадают щупальца какие-то вот эти, вот, и вот это мне все не нравится, именно чтобы ты посмотрел. Когда я ему это все рассказываю, вот именно вот таким вот образом, и он только с улыбкой это все выслушивает, и пытается понять, что мне надо. Вы знаете, это не то, чтобы я так всегда делаю, я просто уже, например, знаю этого человека, и, естественно, я уже разговариваю с ним определенным образом. Когда мы только первый раз с ним познакомились, и случайно по интернету мы познакомились, потому что у меня аккумулятор сел, и я нашла какой-то сайт в 12 часов ночи, я написала такую тему, создала в форуме, в мужском форуме, там какой-то был форум, там мужчины переписывались между собой, по поводу машины, их проблема, а машины были, какие-то джипы какие-то там, я не знаю, в общем, я не знаю, первая попавшаяся, что я нашла, я написала, помогите даме с аккумулятором, 12 ночи, что случилось, сразу начали писать, я говорю, у меня сел аккумулятор, боже мой, вы даже не представляете, сколько мужчин в Киеве 12 ночи отозвали, чтобы меня вытащить, у нас так занос тогда был, снег такой сумасшедший был, чтобы меня вытащить с этого снежного заноса, и в 12 ночи приехать, и со всех районов пытались ко мне, и телефоны свои уже давали, все, а я была дома, я писала дома, и люди думали, что я пишу в холодной машине, у меня сел аккумулятор, мороз, я пишу в телефоне, и караул, типа, меня заберите, потому что мне все писали, откуда вас забрать, где вы, что вы, я написала, ребят, все спокойно, хорошо, нормально, я дома, я сижу в теплой комнате, и просто пишу, потому что завтра утром я не смогу выехать, и что вы думаете, как случайно, знаете, как методом отбора, я приехал ко мне, молодой человек, он хозяин СТО, и так я стала его клиентом, и он мне аккумулятор, решил вопрос, аккумулятор, он действительно был очень плохой аккумулятор, и он разряжался буквально моментально, даже ночи не хватало, при том, что я могу ездить целый день, и я имею в виду в зимний период, ну, в общем, и таким вот образом я нашла себе своего мастера, вот вариант, девчонки, как вам знакомиться можно, наверное, я так думаю, так, потом, что я делала дальше, это я, знаете, как с харизм перехожу немножечко на случаи такие жизненные, все, вот таким вот образом у меня появился мой мастер, который мне неплохо ремонтировал, машину, и я когда приезжала на свои Киа Пиканта к ним, кроме улыбок, моя машина и я вместе с ней, у всех ребят, которые мою машину уже знали, ремонтировали ее, я периодически после зимы и до зимы всегда ее проверяла, вот, они всегда с улыбкой меня встречали, и так что, вот, понимаете, ну, я вообще такой человек, что я всегда общаюсь со всеми с юмором, я со всеми общаюсь всегда на такой волне, вы знаете, обязательно у меня будет какой-то анекдот в тему, обязательно у меня будет какой-то прикол в тему, и это, если я чувствую, что эта волна как бы поддерживается, да, то это меня, кстати, это меня наполняет тоже энергетикой, я вот через юмор и через то, что я поднимаю настроение и рассказываю что-то смешное, и мы все смеемся неплохо, вот это я наполняю с этим тоже, вот такой энергетикой тоже, поэтому я же вам говорю, что вы, когда излучаете положительное что-то от себя, то вам в обмен обязательно придет положительное, и вы будете наполняться энергетикой человека, потому что, как я теперь понимаю певцов, которые говорят, да, вот я спел, мне аплодисменты, вот я наслушался их все, и я прямо вот чувствую, что я вот наполнен энергией к новому концерту, да, готовность такая, ну вот что-то, наверное, такое энергетика, вот, ну я так думаю, что вот если говорить опять-таки обо мне, любимое, как я всегда на своем канале это делаю, то я понимаю, даже это кому-то бесит, ну, мне как-то от этого не холодно, не жарко, и я хочу сказать вот такую вещь, что вот такой харизмой, как чувство юмора, я улыбаюсь, могу поддержать тему, с юмором, так поддержать ее могу, я могу когда надо поумничать, и это может быть, знаете, между строк будет это немножечко где-то с юмором, но четко понимают, что женщина не глупая, иногда бывает так, что вот у меня знакомая была, она иногда вот, она немножечко глупила, я не могу сказать тупила, тупила, это немножечко будет грубовато, а она именно мило глупила, и это, вы знаете, от этого просто наши ребята, вот компания наша, они просто умилялись от этого, вот это ее было харизма, что она какой-то такой вопрос задаст, вот как будто бы вообще человек не в теме, она с нами в компании, мы общаемся, все, она так раз что-то выдаст, мы с нее просто умирали, а она такая вот прямо как, вы знаете, вот за это просто влюбиться в нее, еще такой в окружении моем сейчас, тоже женщина одна, у которой очень приятный женский смех такой, и такой заразительный, что просто от того, как она смеется, начинаешь улыбаться, и смеяться все мужчины, которые вокруг, кто, какой бы серьезный ни был, он сразу реагирует на этот звук смеха, и смотрит на эту миловидную блондинку, как она смеется, а она может смеяться вообще по пустяку, вот знаете, как говорят, палец покажи, она будет смеяться, вот у нее так же, но этот смех такой, вы знаете, я так не смогу, и вот эта фишка у нее, она может просто как-то головой повести, как-то плечом повести, просто в разговоре, не потому что там рядом мужчины, нет, просто в разговоре, это настолько мило, и я понимаю, вот это у нее харизма, ее, при этом, у нас есть еще одна девчоночка, очень простушечка, и она очень неплохо знает испанский язык, и она до такой степени болтушка, до такой степени много разговаривает, и быстро, и по-испански может говорить, и по-русски говорить, и все, и все, и все, и иногда ты понимаешь, боже мой, эта женщина вообще когда-нибудь останавливается, и вы знаете, в этом фишка ее тоже, потом мне нравится еще категория женщин, которые, полнушечки, например, как они легко себя ощущают в своем весе, как они не парятся по поводу своего внешнего вида, я имею в виду там полноты, или как-то бесформенности какой-то, как они несут себя классно, вот именно вот ты смотришь, и человек полностью наполнен жизнью, от этого настолько становится тепло, умиротворенно так, и ты общаешься с человеком, ты не видишь ширину бедер, размер груди там, да, или там какие глазки, какие волосики, ты просто видишь человека, как энергетический такой объект, от которого просто ты подпитываешься чем-то положительным, харизм это то, что идет в плюс, то, от чего человек, мужчина ли это, женщина ли это, получает положительные эмоции, всегда мужчина реагирует на женщину, если она с улыбкой, естественно, да, у нее энергетика такая положительная, ну и женщина тоже, это соответственно, я же говорю, то есть человек реагирует всегда лучше и больше на человека, и тянется к нему больше, когда от него большей части исходит положительная энергетика, улыбка, и когда он ему поднимает настроение, и все в этом направлении, человек сильный, который не будет нудить, не будет пасовать перед какими-то сложностями, не будет сто раз говорить о том, какая у него проблема, постоянно о ней ныть, говорить, а такого человека потихонечку будут ходить, сначала его будут поддерживать, а потом это все, ты устаешь просто, то есть тебе очень тяжело со слабым человеком, который постоянно говорит о каких-то неприятностях, и который постоянно говорит о том, как он не может справиться с теми неприятностями, о том что у него в жизни постоянно какая-то там фигня и все и все и все и все от этого устаешь от человека который тебе приносит положительные какие-то моменты от него устать невозможно потому что он тебя наполняет и поэтому самая важная харизма это касается абсолютной мужчины-женщины и в отношении мужчины-женщины и вообще в коллективе это когда человек излучает положительное не важно что просто положительную положительную эмоцию на лице положительные какие-то слова не обесценивание даже что-то какое-то замечание можно сделать и можно сделать его так правильно что у человека не испортится настроение он просто поймет что нужно что-то сделать это очень важно как себя подаешь и как подаешь то что ты хочешь донести до человека и это все харизма харизма и считают такие вещи важные Убойные, у каждой женщины, которая есть Почему немножечко заострила внимание на общении, на чувстве юмора На улыбки и на положительной энергетике и положительных эмоций Потому что одна из важных и значимых харизм, которая должна присутствовать в каждом человеке Ковыряться в себе и искать какую-то харизму И думать, ой, у той есть харизма у меня, а что же у меня за харизма Но я скажу так, ни в коем случае, если человек необщительный Или он не может рассказывать анекдоты Или не может поддержать какую-то беседу, прямо так активно поддержать Это не значит, что всё пропало, никакой нет харизмы И всё, поставить на себе крест Ни в коем случае уметь молчать тоже нужно уметь И даже харизма может быть даже в том, что у вас интересы совпадают Вы начитанные, у вас очень грамотная речь Вы знаете много языков То есть люди поруются Вы же поймите, почему у нас иногда Вот мы же люди бывают разные, женщины же разные Абсолютно разные женщины имеют абсолютно разных мужчин То есть это по интересам И интерес оно и есть, наверное, часть харизмы Никогда ни одна женщина не преподнесёт себя одинаково с другой Как две хозяйки одинаковый борщ не сварят Харизма есть в каждой женщине, в каждой мужчине И она та, с которой вы родились С которой вас делала мама с папой И искать ничего не надо Самое главное просто будьте собой И ничего придумывать искусственно не надо Потому что это самая большая ошибка Если начинать что-то искать и что-то искусственно выдумывать или выделывать Вы исходите из того, что у вас больше получается И в чём вы комфортно себя более-менее чувствуете Вы чувствуете себя комфортно в своём весе Это ваша харизма Вы чувствуете комфортно, когда вы разговариваете о чём-то Смеётесь, анекдоты рассказываете Вы болтушечка Вам в этом комфортно Это и есть ваша харизма Кому это не нравится Поверьте мне, рядом с вами людей, кому это не нравится, не будет Ну и предостаточно будет тех людей, которые к вам потянутся Естественная харизма нельзя назвать Это какие-то негативные моменты Которые человека могут обидеть Которые могут его обесценить Которые могут его заставить на себя смотреть как-то с минусом Видеть в себе какие-то недостатки Это нет, это ни в коем случае такие вещи нельзя делать Потому что это априори и у корня отбивает всё желание общаться с таким человеком Самое главное, я так думаю, не делать то, что вам тяжело даётся Не делать то, что вам тяжело говорится Вы будьте сами собой И в этом будет ваша самая важная харизма Вы знаете чётко, что у вас хорошо получается Получается у вас хорошо готовить Вы представляете, какая это прелесть? У вас вы хорошая мама Вы хорошая жена Вы хороший друг Вы отлично можете справляться, например, со своей работой Вы хороший специалист Вы умная женщина И вы умеете своим умом пользоваться Какая прелесть! И я так думаю, самое главное Найти в себе то, что вам помогает себя чувствовать комфортно И вы чувствуете, что при этом чувствуют люди комфортно, которые рядышком с вами Вот это оно и есть ваша харизма Это и есть то, на чём акцент вы должны делать И это только вы сами сможете определить На уровне, наверное, интуиции Или, может быть, на уровне своей комфортности Поверьте мне, если вы чувствуете комфорт в момент того, как вы себя ощущаете Как вы себя преподнесли Больше ничего думать не надо Если что-то либо вы придумали себе Вот я это сделаю, это будет моя харизма Я буду делать так Всё, девочки, и вам в этом вы сразу почувствуете некомфорт Потому что это не вы, например Вот эта девушка Вот она себя вот так несёт Ей в этом комфортно В своей, например, заносчивости и всё Ей в этом комфортно И она по-другому себя вести не может И найдут мужчины И найдутся друзья Которые с ней на одной волне будут И это их общая харизма Есть добрушечка Пышечка Улыбающаяся, наивная девчушечка Или женщина И это милейший души человек И рядом с ней тоже будут люди И рядом с ней будут мужчины И рядом с ней будут друзья Которые к ней тянутся Которым она нравится Бывают стервочки И очень мощные И это тоже притягивает Определённую категорию людей И это тоже какая-то есть в этом Маленькая изюминка Злючки бывают Добрушечки бывают Я сейчас уже про женщин И это всё может притягивать Определённого рода мужчин, например Или определённого рода женщин То всё, что в нас есть Это наше добро И это наш плюс Только самое главное Не переводить его в минус Даже если вы немножечко стервозные по характеру Не перебарщивайте Добрушечка Ну тут уже не знаешь Человек добрый, он просто добрый Просто злые люди Могут пользоваться его добротой Но вам нужно немножечко Быть на стрёме Не давать возможности Чтобы люди, которые пользуются вами Несели вам на голову Вот в этом будет ваша харизма Где вовремя нужно Знаете, как прогибаться, прогибаться, но не поломаться Вовремя выпрямиться Чтобы дать понять Что вы топтать себя не разрешите И это касается как мужчин, так и женщин Потому что уважение Как раз таки приходит Когда человек умеет держать марку И правильно поймите тоже это Нужно себя любить, уважать И когда вы будете это ощущать сами к себе То и те люди, которые вас окружают Мужчины в частности Будут чувствовать те же чувства Они будут уважать тоже вас Потому что вы чётко Не говоря вслух Не произнося определённые фразы Даёте понять Что вы личность Вы позволяете собой себе вести Ровно настолько, насколько вы можете позволить И когда человеку Или это в компании Или это в отношениях Всегда ты даёшь возможность Как расслабиться Но в то же время Когда немножечко человек бывает Заигрывается Поставить его на место Правильно, корректно И в этом что-то есть Мудрёное такое Ну, к концу видео я хочу сказать Самое главное Девочки Наша харизма Это в том, что мы просто женщины Это уже много Всё остальное Можно бонусом добавлять Исходя из того В чём вы себя чувствуете комфортно Всё Побольше улыбок И, наверное, я думаю Не жадничайте на положительные эмоции Не жадничайте Вы всегда Восполнитесь Поверьте мне Если человек здоров У него хватает сил Чтобы наполнить себя положительные эмоции Но Делиться положительные эмоции Никогда Не жалейте И не жадничайте Потому что Это восполнится вам Вдвойне Проверено Жизнью Это 100% Всё Буду заканчивать Всего вам хорошего До следующих тем До следующих видео Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok